2 сентября во всех школах Кубани проходил День безопасности. Не стал исключением и Славянский район. В школе номер 25 станицы Анастасийской сотрудники отряда Кубань-Спас совместно с пожарной службой и скорой медицинской помощью при помощи проведенных учений наглядно продемонстрировали, как нужно действовать в экстренной ситуации. Клубы ярко-оранжевого дыма, тревожный сигнал, сотни школьников выбегают из здания школы. На первый взгляд, всё по-настоящему. Но, к счастью, это были всего лишь учения. Ну, так как мы являемся уже друзьями с нашей организацией Кубань-Спас, мы попросили показать, продемонстрировать эвакуацию при пожаре. И сегодня мы это отработали конкретно на нашей школе. Я думаю, это очень ярко было продемонстрировано. Все дети убедились, какие службы работают при эвакуации, потому что участвовали в эвакуации и пожарная служба, и служба МЧС, и скорая помощь. И это всё было ярко продемонстрировано детям, что будет являться ярким примером для того, как и положено эвакуироваться, и что нужно делать. Имитация пожара получилась зрелищной. Спасатели отряда Кубань-Спас, работники пожарной службы и скорой медицинской помощи все необходимые действия выполняли так, как делали бы это при настоящем пожаре. Детей эвакуировали, очаг возгорания потушили. Но вот по сценарию учений в здании, в котором якобы случилось возгорание, остался ребёнок. Главная задача спасателей – незамедлительно помочь выбраться с места происшествия. Натянув тросы, они поднялись на третий этаж. С помощью альпинистских снаряжений прикрепили ребёнка к специально оборудованному креслу и опустили его вниз по тросу. Тем временем школьники встречали героев и спасённого товарища громкими аплодисментами. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Такие учения для школьников спасателями проводятся регулярно. Краевая аварийная спасательная служба «Кубань-Спас» была создана в 2003 году. На территории Славинского района, в станице Анастасиевской, она базируется с декабря 2014 года. Повседневная жизнь людей таит в себе множество опасностей. Поэтому проведение профилактических занятий по предупреждению несчастных случаев среди населения, в частности, среди школьников – одно из важнейших направлений в деятельности «Кубань-Спас». Мы показали, какими способами мы можем владеть. То есть, если у нас отрезаны пути эвакуации, мы можем, применением олимпийского оборудования, спустить пострадавшего с третьего этажа. Мы видели, что было сгорание школьного здания и звено ГЗДС, так как среда непригодна для дыхания. Было включение звено ГЗДС, то есть газозащитная служба, и выведен был пострадавший, вынесен на носилках и передан в скорую помощь. Также пути эвакуации были отрезаны с третьего этажа, так как мы вам показали, что был пострадавший на третьем этаже с поломанной ногой. То есть, мы, применением олимпийского оборудования, спустили его с верхнего этажа. От непредвиденных ситуаций не застрахован никто. Но теперь ребята усвоили, что в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации теряться нельзя. Паника может только ухудшить ситуацию. Помочь в таких обстоятельствах помогут знания и отработанные действия. На уроках ОБЖ нам рассказывали об этом, но сегодня мы увидели это наглядно. До этого знала только теоретически, теперь знаю на практике. Было очень увлекательно смотреть за работой спасателей. Оперативно все происходило, очень быстро, как, ну как, даже не ловко, можно сказать. Ну, думаю, спасатели знают свою работу. Я думаю, что в случае опасности, ну, если реально случится такая ситуация, мы будем знать, что делать. Ну, выйти на улицу, через вход главный, если что, сказать спасателям, что кто-то остался внутри и, ну, и тому подобное. Знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях сделает жизнь детей проще, а главное, безопасней. Ведь, как говорится, кто предупреждён, тот вооружён. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова